С нами уже на связи политолог-международник Питер Залмаев. Питер, доброе утро. Скажите, в рамках саммита G20, который стартует в Гамбурге уже сегодня, запланированы переговоры канцлера Германии Ангела Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, с российским президентом Владимиром Путиным. Скажите, после этих переговоров можно ли ожидать определенной динамики в разрешении конфликта на Донбассе? Я думаю, что перспектива регулирования на Донбассе остается туманной и отдаленной, потому что ни Макрон, ни Меркель не влияют на ситуацию на Донбассе без влияния, без участия Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, Тома Крамп, особенно после своего последнего визита в Европу, в своих встреч с Макроном и с Меркель, не доработал их доверие. И, с одной стороны, идут сигналы с Вашингтона, что нужно думать о новом формате, новом нормандском формате и заключать новые Минские соглашения. Такой стороны, европейцы, судя по всему, не доверяют Донбассу по этому вопросу, потому что считают его, возможно, чересчур трудолюбленным отношением к Владимиру Путина. Поэтому я думаю, что в целом это позитивный сентимент со стороны германского канцлера и французского президента, но я не думаю, что можно ожидать чего-то следствия в результате этих переговоров. Одной из самых ожидаемых встреч на саммите является встреча президента Путина с Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут тему и Украины. Как Вы думаете, в каком ключе пройдет эта беседа? Это будет такая первая встреча. Я думаю, что для американской страны, в первую очередь, главная задача будет не навредить. Все окружение Трампа очень взволновано. Этой встрече уже, будучи научным годким опытом, встреча Трампа в обывальном кабинете с министром иностранных дел России Лавровым и послом Вашингтоне Кисляком. И боятся, что в этот раз, в очередной раз Трамп сделает что-то, за что потом они будут все краснеть. Потому что тот же Владимир Путин очень преуспел, что касается искусства, очаровывать искусство, понимать психологию своего собеседника. Вот этот вот шарм-офенсик, то есть атака такая, шармирование, что ли, американского президента началась еще со стороны российского, с российского правительства и Путина в частности, еще задолго до его выборов президентом США. Поэтому я думаю, что задача максимум и задача минимум не сделать никаких лишних деверансов со стороны Трампа в сторону Владимира Путина. С другой стороны, Путину нужно что-то конкретное, а это именно отмена санкций, которые были введены в ответ на аннексию Крыма. Я тоже думаю, что это очень отдаленная перспектива, и американская сторона просто не способна это сделать. И Дональд Трамп, Рощерка, Вера не сможет отменить санкции, хотя бы потому, что несколько дней назад, как вы помните, в верхней палате США, это Сенат проголосовал за кодификацию уже существующих санкций и ввел новые санкции против России. Ну а если мы уже затронули вопрос санкций, может ли Россия после переговоров на саммите пойти на какие-то уступки в украинском вопросе для облегчения или отмены этих санкций? Я думаю, что это, я не уверен, что это будет сделано сейчас. Опять-таки, Владимир Путин продолжает играть очень жестко, и эта игра идет в первую очередь на внутреннее потребление, на массы. И пока российский электорат готов продолжать держать свои пояса затянутыми, что касается санкций, не готов распрощаться ни с Крымом, не готов принять и признать тот факт, что Россия является агрессором на востоке Украины. Поэтому я думаю, что кроме каких-то символических сентенций или заявлений, конкретных подвижек по Донбассу не будет. Тут, где можно ожидать подвижки, это возобновление военного сотрудничества Америки и России в Ближнем Востоке, и в частности в Сирию. Питер, еще такой вопрос. Довольно разношерстные лидеры соберутся на саммите G20. Это и Эрдоган, и Дональд Трамп, и Путин. Вот как вы считаете, удастся ли этим мировым лидерам договориться хоть о чем-то, или они все перессорятся? Я думаю, что перессорятся, они не перессорятся, но и Эрдоган, и Путин, и Трамп, они одного поля ягода. Это вот мое мнение. Они близки по духу, несмотря на то, что Турция является частью Северо-Аплантического альянса НАТО. И Владимир Путин, Россия традиционно не является как минимум последним несколько лет союзником США. Тем не менее, по политическим взглядам, по мировоззрению своему, Путин, и Трамп, и Эрдоган, и Орбан, премьер-министры в Венгрии, они близки по духу. И об этом говорил часто Дональд Трамп, он часто в своих интервью хвалит как российского президента, так и турецкого президента. В частности, подчеркиваю, что они являются сильными лидерами, сильными политическими фигурами. Где можно ждать разлада? Так это между Америкой и ее европейскими союзниками, западными союзниками. Это с Францией и Германией, которые, в частности, очень недовольны тем, что Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из парижского соглашения по климату. А также очень обеспокоены его визитом в Польшу, куда он прилетел, чтобы посетить так называемый саммит Трех морей. Это инициатива Хорватии и Польши, которая объединяет 12 центрально- и восточноевропейских стран. И Брюссель разволновывается тем, что это, возможно, такое зародыши. Мы имеем дело с формированием некого альтернативного альянса Европейского союза. Питер, огромное вам спасибо за такой развернутый комментарий. Политолог-международник Петр Залмаев только что общался вместе с нами. Ну, а мы двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!